Продолжаем серию роликов реставрации старого дачного домика. Все эти видео про цокольные панели, монтаж и покраску имитации, установку наличников и отливов, а также видео про дверь есть у меня на канале. Ссылочки будут в описании. Ребята, напоминаю, кто ещё не подписан на мой телеграм-канал, то переходите по ссылке под видео. Всех жду там. Вот так выглядело крыльцо и в общем сам дом. В этом видео я буду заливать крыльцо, устанавливать новые опоры с перилами в стиле фахверк и заменю навес крыльца. Разобрал, срезал старые опоры крыльца, предварительно собрав временную поддержку. Далее строим опалубку для боковин и ступенек. Получилась вот такая временная конструкция. И заливаем цементом. Не забываем уплотнять, трамбовать и вибрировать между слоями. Опоры для столбов я сварил из шпильки и уголка. И временно зафиксировал в нужном месте. Также не забываем про арматуру или сетку. Готовим столбы навеса крыльца. Я купил клейный брус. Отпилил по размеру, шлифанул торцы. И подготовил пластины лифта. Про подготовку под покраску маслом я неоднократно рассказывал. Видео есть на канале. Снял фрезером небольшую фасочку с торцов. Продолжение следует... Теперь можно покрасить столбы. Чем красил я рассказывал неоднократно в прошлых роликах. Пришло время разобрать опалубку. Остались следы от пакета. Естественно, это смотрится некрасиво. И в планах было обложить плиткой. Кладём второй слой на столбы. Готовая новая крыша навеса. Также подшил её снутри. Крашу двумя слоями. Тем же составом, что и красил дом снаружи. Также столбы нужно дооформить. Готовлю материал для боковых перил. Наждачка для подготовки сотая. Брусок 40 на 80. Каждый раз говорю про эту хитрость. Если забилась наждачка или шлиф-лента смолой, то легко почистить кард щёткой. Получилась поверхность то, что надо. Под масло, чтобы оно лучше цеплялось. Замеряем место крепления в верхней и нижней части перила. На этих уголках потай будет вся конструкция висеть, чтобы было красиво, ничего не было видно. И также это защита от гниения лишних отверстий и дырок в брусках. Подмеряем бруски и на самих брусках отмечаем место для фрезеровки паза под уголки. Еще раз смотрим, чтобы все нормально легло. Красим отдельные части конструкции перил. Места установки я выбил стамеской, чтобы после покраски буквы не исчезли. Временно стянул конструкцию одной стороны без центральной части креста, чтобы еще раз убедиться, что все подходит. Далее таким образом замеряем место установки уголков для нижних брусков. После установки уголков еще раз смотрим, что все нормально легло. Крепить конструкцию буду на шурупы глухари, которые впоследствии будут утоплены и спрятаны, заклеены внутри под шкант. Крепить конструкцию буду на шурупах. Далее готовим материал для внутренней крестовины. И вот таким методом размещаем так, чтобы они потом друг в друга вставились. Дальше делаем пропилы в обоих брусках ровно на половину глубины. Продолжение следует... Если всё ровно разметили и правильно, то должно получиться примерно вот так плотненько всё, без щелей. Будем крепить крестовину одним болтом с каждой стороны, их будет четыре штуки, между вот этих двух болтов, чтобы прошло отверстие и они не встретились. Поджимаем всё струбцинками, чтобы ничего не болталось и плотненько друг к другу прилегало. Болты те же будут через шайбу увеличенную. Получились хорошие стыки, практически идеально. Некоторые заглушки немножечко торчали сверху и выпирал чуть-чуть клей. Я решил это немножко сошлифовать, подкрасить. Впоследствии вообще этого ничего будет не видно. Ещё раз всё подмеряем и отмечаем отверстие крепления всей этой конструкции. Продолжение следует... Закрепляем всё и кладём второй слой масла уже на месте. Ребят, я думаю было мега полезно. Жду от вас как всегда реакции, подписки. Всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова